Друзья, я вас приветствую. Сегодня продолжим работать с таким типом как стринг. Я напоминаю, что C-Sharp это типизированный язык и все крутится вокруг определенных типов, в их трансформации в одно место в другое и из одного типа в другой. И в общем самый распространенный это тип строка, из которого можно создать объекты, в который можно свернуть объекты, но об этом чуть позже. Сегодня продолжим работать с простыми строками. Напоминаю, видео для начинающих разработчиков. Кто узнает уже много, можно не смотреть дальше. Переключайте на другой канал. Ну а тех, кому это интересно, я прошу подписаться на канал, поставить колокольчик. То есть все как обычно, чтобы не пропустить видео. И поехали! Для того, чтобы начать, нам нужно запустить Visual Studio. Выбрать новый проект. Для меня это будет консольное приложение. Это, напомню, самый простой тип приложения, к которому мы будем, кстати, экспериментировать достаточно часто. И давайте создадим. Я его назову по номеру видео, чтобы вы могли их как-то идентифицировать. Это уже третий проект, которым мы будем делать. Третий урок, собственно говоря. Сегодня будем говорить про простые строки. И вот у меня уже Visual Studio создала новый проект, который умеет уже очень много. Он умеет запускаться. Один момент, вот запускаем его. И мы видим на экране Hello World, то есть то, что написано в консольном приложении. Если не понимаете, как это работает, посмотрите предыдущее видео. Для того, чтобы начать, нам нужно некоторое количество текста, с которым мы будем проводить некие операции. Я предлагаю создать френд. Давайте создадим парочку переменных. Френд один. Это будет строка, которая называется, ну пусть будет Do, Me, Don't. Не знаю, вот такое вот странное имя. Давайте поставим точку с запятой. Давайте создадим еще одного френда. Ну, допустим, Ев, Лам, Нет, так вот. Ев, Лам, Пи. Ну, старые русские имена. Хотя я не уверен. Ну, ладно. Поехали дальше. Итак, у нас я задал пару переменных. Давайте напишем. Ну, давайте напишем здесь, используя интерполяцию. Как раз заиспользуем эти вот имена. Давайте покажу, как это делается. Здесь нужно поставить. И напишу так. У меня нет друзей с именами. И здесь я подставлю френд один. И здесь подставлю. Пусть будет, естественно, френд два. Ну, и как вы понимаете, я в предыдущем видео описывал, как это работает. У меня осталось запустить приложение, увидеть, что у меня имена подставили терминдонты и лампы в мою строку. Ну, теперь нам, собственно говоря, можно двигаться дальше. Друзья, давайте остановимся на секундочку. Я напомню, что var это синтаксический сахар. То есть, мне компилятор автоматически понимает, что это строка, то есть string. Я мог бы написать, конечно же, и вот так вот. Ну, во-первых, var короче. А во-вторых, это мне кажется удобнее. Но на вкус и цвет, как вы помните, все фломастеры разные. Итак, строка это объект. Надо сказать, что в C-Sharp все так или иначе унаследовано от такого типа, как объект. И у любого объекта есть свои собственные свойства, есть свои собственные методы, которым он может вам помочь в программировании, собственно говоря. И наоборот. Ну, наоборот, это я так сказал. Не обращайте внимания. Итак, у нас у строки есть метод, который называется length, то есть длина. И мы можем определить, какое количество символов использовано в этой переменной. В данном случае, ну, давайте напишем вот таким вот образом. Я напишу, опять же, с вашего позволения, скопировав длина. Давайте я буду писать по-английски, а то с переключениями как-то не очень. Длина имени friend1 из, ну, допустим, ой, из, сколько там, вот это, сколько символов составляет, длина 1. Давайте поставим сюда лент. И я сразу же скопирую и сюда подставлю второе имя. И здесь, соответственно, второе. Запущу приложение. Ну, и как вы видите, у меня дормидон длиной 9 символов и в лампе 8 символов. Ну, круто, на самом деле. Надо понимать, что у friend, ну, в смысле, у строки, на самом деле, есть еще и другие, собственно говоря, методы, которые позволят вам манипуляции производить с этой строкой. Ну, давайте я вам покажу следующую. Допустим, у нас есть какое-нибудь приветствие. Давайте первое приветствие будет вот такое, прям вот х, хай, и прям вот такой вот, ну, дурацкий такой пример. Ну, ладно. И второй greeting у нас будет, ну, например, нормально, да, hello. Но, ну, опять же, я много вот пробелов написал. И как-то можно использовать. Ну, например, в консоли write, давайте сделаем здесь вот такое приветствие. Greeting 1, запятая, давайте вот так сделаем. Friend. Вот, здесь подставим friend 1. И, соответственно, я это опять скопирую. И здесь напишу greeting 2 для friend 2. Давайте запустим. И у нас получилось, ну, вот такой вот, не очень красивый, да, на самом деле. И с этим что можно сделать? Можно сказать, чтобы greeting 1, он отрезал все, ну, строки, которые являются символами, в начале, в конце. И, соответственно, с обеих краев, то есть с обоих, да, с обоих краев. И я, в общем-то, этой функцией воспользуюсь. Также напишу trim. То есть, напоминаю, trim start, это все строковые, то есть все пробелы удаляются с начала строки. Trim end, это удаляется в конце. Ну, а trim просто удаляет все строки, все пустые символы, то есть пробелы с начала и с конца. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, вот, вы видите, все пробелы удалены, и у нас появилось как раз приветствие для обоих друзей, которых у меня нет. Дальше, в качестве эксперимента, давайте я здесь покажу trim end, а здесь покажу trim start. Запустим еще разок. Ну, и, как вы видите, здесь удалились в конце, хотя здесь не видно, а здесь в начале, ну, и здесь не видно, что в конце. То есть, просто поверьте, что это так и есть. Давайте теперь объединим для начала все строки. Мы вот этого вот френда отсюда возьмем, ставим сюда, и эту строчку удалим. Здесь между ними поставим пробел, и здесь делаем то же самое. И, в общем, надо понимать, что можно делать разные манипуляции. Я, в общем, программист это, на самом деле, такая... Ну, ладно, не будем про это. Это потом. Ну, и смотрите, у меня есть high, есть hello. Давайте добавим новую переменную, которую назовем, допустим, greeting 3. И напишем ее значение, ну, например, привет, да. Будем приветствовать по-русски наших недрузей. Ну, а для того, чтобы это сделать, смотрите, у меня есть переменная greeting. И она, на самом деле, содержит high и много пробелов вот в начале, много пробелов в конце. Я хочу ее заменить на привет. Что для этого нужно сделать? Я нажимаю точку, нажимаю trim, то есть мне нужно для начала обрезать все пробелы, нажимаю точку, и теперь говорю replace. И я хочу зареплейсить, то есть мне нужно поменять какое-то старое назначение на какое-то новое. Хотя есть и другие варианты, и в данном случае я хочу поменять high на, собственно говоря, ну, например, на greeting, тот же самый 3. Вот так вот это примерно будет работать. И теперь давайте я то же самое сделаю для второго нашего недруга. Мне нужно обрезать все символы. Дальше мне нужно зареплейсить, то есть заменить hello, low, восклицательный знак. Кстати, да, давайте сейчас покажу. И второе будет у меня подставляться, ну, в данном случае, greeting 3. И обратите внимание, я вот здесь не поставил восклицательный знак. Ну, давайте покажу, как оно сработает. Так, запустим приложение. Ну, и как вы видите, у меня здесь теперь восклицательный знак остался, потому что я заменил только he на greeting, соответственно, восклицательный знак остался. И, как вы видите, он остался здесь теперь у меня их 2. В общем, то, что я просил, то он и сделал. Ну, вообще, компьютер странная вещь. Он делает только то, что вы сказали сделать, а не то, что вы хотели, чтобы он сделал. Надо это понимать. И если я сюда добавлю еще один восклицательный знак, то, соответственно, он подменит его. И теперь у меня по одному восклицательному знаку и удалены пробелы. Так, что дальше? Ну, для начала давайте исправим. Это должно быть выглядеть как минимум правильно. Итак, давайте следующим делом сделаем, что... Ну, правильно, давайте скажем, что... Давайте вот это закомментируем. Я думаю, что вы помните, как это делается. Нужно поставить два слэша в начале строки. И чтобы они не мешались, переводить сообщение. Итак, у меня есть определенное количество переменных. Давайте сделаем следующее. Давайте выведем в консоль. Ну, давайте вот так я покажу, чтобы меньше печатать. Упс. Я сделаю вывести привет. Давайте greeting 3 выведем в строку. И для френда 1 и для френда 2. Только. Для френда 1 мы выведем это все большими буквами. Uppercase. В смысле, upper функция. И для второго мы выведем... Ой. И для второго мы выведем two lockers. Ну, то есть, маленькими буквами. Давайте запустим. И у нас получилось, что мы Дормидонта приветствуем большими буквами все заглавные. А и в лампе я... Ну, в общем, как не повезло и в лампе. Так, что мы можем еще сделать со строкой? Ну, давайте еще некоторое количество экспериментов. Нам эти перемены не нужны. Мы их не будем использовать. Нам компилятор это успешно подсказывает. Давайте я вот это скопирую. Вот это закомментирую. И вот это закомментирую. А здесь будем делать следующее. Давайте предположим, что нам нужно у, допустим, френда... Давайте у... Да, у френда 2 взять не все имя, а пример третью, четвертую, пятую и шестую букву. Это делается очень просто. Я должен сказать следующее. Substring. То есть взять под строку. И мне нужно указать, с какого индекса. Так как все индексы начинаются вообще практически во всех языках программировать с нуля, я буду считать таким образом. 0, 1, 2... Раз, два, три, четыре. То есть я должен взять с индекса 2, запятая. И мне нужно указать длину. Я должен указать 4 символа. И давайте запустим это и проверим, что у нас получилось ламп. Ну, если я теперь еще добавлю сюда букву А и еще раз запущу, то у меня получилось лампа. И было бы глупо, конечно, не написать сюда greeting 3 и запустить. Получилось привет лампа. Ну, вот такой вот вариант. Так, что еще можно поизвращаться с этим, собственно говоря. Давайте это я закомментирую. Вот таким вот образом. А здесь... Ну, давайте узнаем у диплампе, какой индекс имеет буква А. Мне нужно для этого написать индекс. И нужно указать символ, который я хочу считать в этой строке. Надо сказать, что строки, они, как вы видите, подставляются через двойные кавычки. А в C-шарпе одиночные кавычки имеют значение чар. То есть, это другой тип, и это нужно тоже понимать. Итак, я хочу символ А. У нас он по-русски написан. И мне нужно узнать, какой он по счету стоит. Ну, и как вы видите, он у нас стоит под номером 3. Напоминаю, 0, 1, 2, 3. Да, действительно, это, собственно говоря, так. Ну, что могу еще сказать? Ну, наверное, все. Наверное, хватит на сегодня. Вам всего хорошего. Пишите правильный код. Пишите правильный код.